Продолжение следует... Продолжение следует... Если будут стрелять из огнестрельного оружия, 80% это конфликтные ситуации. Люди, приезжая на природу, в основном всегда с собой имеют оружие. Это в виде ножей, топоров. То есть вот так вот. Ну, угрожает стабильно расправой. Поймать таких обских дьяволов сложно, особенно ночью. Часто после рыбалки браконьеры оставляют в сети и уезжают. В них запутывается рыба и начинает гнить. Водоем, ковш, речка Опи. Идет чистка водоема. Таким образом, с 20 апреля инспекторы рыбоохраны зафиксировали в крае 79 нарушений. Причиненный ущерб – 1 миллион 153 тысяч рублей. За период нереста у браконьеров изъяли 373 килограмма рыбы. Живую инспекторы отпускают, почившую уничтожают. Бытует мнение у граждан, что мы эту рыбу увозим домой, потом с этой рыбой что-то делаем незаконно. На сегодняшний день 30 градусов у нас. Рейд длится сутками. Если мы сутки даже будем оставлять эту рыбу у себя, как есть предположение, она будет портиться. Медовый месяц у алтайских рыб завершится 20 мая. На реках, на озерах – 25-го. А значит, снимать бронежилеты пока рано. Беременным рыбам, как и обычным женщинам, нельзя волноваться. Попадая в сети, они лишаются простого материнского счастья. Но самое главное – во время нереста браконьеры наносят огромный ущерб популяции рыб, которые мы заметим не сегодня, а завтра, а через несколько лет. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.